Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Лапошина, я являюсь PR-директором Международной Школы дизайна, и я очень рада приветствовать вас сегодня на нашем онлайн-событии. А сегодня мы открываем целую серию онлайн-лекций, посвященных неделе дизайна, которая проводится с нами совместно с созданием MyDecor. И посвящена этой неделе специфики, особенностям проектирования кухонь в интерьере. Детям очень сложно, ведь действительно, столько нюансов нужно учесть, наверное, ни в одном другом пространстве, ни в одном другом помещении интерьера, квартире, нет столько сложностей, как на кухне. И ошибки могут действительно очень дорогого стоить, и переделки в этом случае, они и по времени, и по финансовым вложениям занимают очень весомую часть. Поэтому сегодня мы будем говорить в том числе и о тех ошибках, которые стоит избежать при проектировании, будем говорить в последующие дни о том, что всё-таки, что на первом месте, красота, функционал, как спроектировать кухню в маленькой квартире. В общем-то, тем мы затронем огромное множество, и я думаю, что это будет вам всем полезно, независимо от того, являетесь ли вы уже практикующим дизайнером, или же вы просто интересуетесь дизайном, интересуетесь обустройством вашей собственной квартиры и хотите получить полезные знания от профессионалов. Ещё раз напомню, что мы организуем эту серию онлайн-лекций совместно с созданием MyDecor, и мы привлекли к этой серии онлайн-лекций действительно классных экспертов, дизайнеров, которые добились многого в профессии и готовы делиться своими знаниями с другими, что очень ценно. И, кстати, все они являются нашими выпускниками, что хочется отдельно отметить. И прежде чем я представлю нашего первого спикера, который открывает всю эту нашу неделю дизайна, я бы хотела сказать, насколько вы видите, слышите хорошо нас, всё ли в порядке. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, хотя бы плюсик поставьте или что-то в этом роде, чтобы мы знали, что вы на связи, что мы готовы с вами общаться и прочее. Вот я смотрю плюсики-плюсики. Спасибо вам, друзья. Вот вижу, отлично. Значит, мы можем начинать. Спасибо вам за обратную связь. Кстати, сразу предупрежу, что вопросы нашему сегодняшнему спикеру можете писать тоже в чат, и обязательно в конце мы оставим время для того, чтобы на них ответить, и вот с вами пообщаться, поговорить уже вот в таком интерактивном формате. Поэтому не стесняйтесь и задавайте свои вопросы. И не буду вас больше томить, ведь действительно первый человек, который открывает нашу вот эту серию лекций, он выбрал не случайно, потому что Ольга Подольская, которая, Петрова Подольская, точнее даже сейчас Петрова, вот, Оля на самом деле прошла такой большой путь. То есть она начала свою карьеру, получив у нас образование в Международной школе дизайна в Санкт-Петербурге по направлению дизайн интерьера. И Ольга себя прекрасно реализует именно в этом качестве. Ее интерьеры выигрывают всевозможные награды, публикуются во всех авторитетных журналах. Поэтому в этом ключе Ольга себя реализовала просто на 200%. Но помимо этого, этого оказалось Ольге мало, и она решила освоить область предметного дизайна. И в этом плане она сделала коллекции для таких известных международных брендов. И не просто сделала коллекции, они выставлялись на главном событии Миланской недели дизайна, на Миланском мебельном салоне. И это было действительно очень приятно видеть, как сразу несколько стендов были с работами Ольги представлены. И мы со студентами приезжали на стажировку и восхищались тем, что работы нашей Оли Петровой там представлены. Но логичным продолжением всего этого стала работа в семейном ателье «Сильвер Хом», которая специализируется на дизайне и проектировании кухонь. И Ольга является главным дизайнером. И, конечно, поэтому, мне кажется, человек, который больше всего знает о том, как правильно спроектировать кухню, как сделать её красивой, стильной, функциональной, просто человека более экспертного в этом плане не найти. Поэтому я с большим удовольствием передаю слово Оле Подольской Петровой. Всё время хочется назвать Подольской. Вот и Оля сейчас вот вам расскажет о том, какие же ошибок нужно избегать при проектировании кухни. Записывайте, вам обязательно это пригодится, эти советы. Оля. Добрый день. Я рада приветствовать вас на Kitchen Week, которую организовали международная школа дизайна и MyDecor, и все прекрасные люди, которых я давно знаю. Можно включать уже лекцию. Мы сразу начнём, как говорится, из местов карьер. Как избежать типичных ошибок в проектировании кухни? Я бы хотела сказать, что в нашем ателье, которое мы с супругом нашим долговляем, у нас работает 9 менеджеров, конструкторское бюро и производство, соответственно, куда попадают ваши проекты. Я сделаю только часть кухонь каких-то авторских, а в основном к нам приходят дизайнеры и выпускники международной школы дизайна и других школ со своими авторскими проектами. И на сегодняшний день я просила всех наших менеджеров, конструкторов и производства наше на то, чтобы помочь вам избежать какие-то типичные ошибки, с которыми сталкивается в процессе реализации ваших идей. Так, сейчас я попробую. Сейчас Даша у меня. Значит, я хочу порадовать вас результатами. Потому что часто еще спрашивают, участвуют ли в каких-то конкурсах, премиях, со своими интерьерами, со своими проектами. Буквально на прошлой неделе я получила за свои два проекта награды. И здесь вот награда международная 2022 года в области кухонь. И сейчас я сразу начну с того, что вообще дизайн-проект – это некая связь, очень-очень интимная между вами, как дизайнерами, и заказчиком. И то, что вы там делаете, это чисто ваше личное. И не всем дано туда вмешиваться. В том числе не всегда может вмешиваться производство, либо менеджер, который занимается вашим заказом. И сегодня я нахожусь здесь для того, чтобы максимально облегчить ваш труд. И самое главное – это сейчас повсеместное, огромное количество визуализаций, в том числе в Пинтересте, в интернете, из которого берут вдохновение ваши заказчики. Я знаю, что многие дизайнеры сталкиваются с этой проблемой. Почему? Потому что визуализации очень часто бывают нереализуемы или сложно реализуемы. Или же, когда они реализуются, и возможны сложности в техническом использовании. Поэтому, посмотрите, когда вы преподносите ваш проект кухни, интерьера, светового оборудования, неважно, клиент влюбляется в этот проект, в эту идею. И дальше, если вносятся какие-то корректировки или изменения, это прежде всего стресс для заказчика и далее для вас, потому что он просит изменить в связи с техническими какими-то сложностями этот проект. И далее у него как будто недоверие, как будто вы, как дизайнер, допустили ошибку. Хотя это не так. Мы визуально всегда прорабатываем, но есть некие узлы и сложные элементы, которые вам желательно знать до начала даже построения, допустим, визуализации, которые мы называем иногда эскизное решение. И тем не менее, допустим, вот точно чего мы не будем сегодня с вами обсуждать, это пресловутый треугольник кухонный, где как должна организована быть раковина, где должна быть плита, где должен быть холодильник. Объясню почему. Потому что я столкнулась с тем, что огромное количество заказчиков ведут свой образ жизни, не поддаваясь логике абсолютно другого человека. То есть вы проектируете кухню, исходя из ваших привычек, привычек, которые есть у вас в семье, либо вы сталкивались с одним заказчиком, но другой человек может, например, организовать два холодильника, две раковины, холодильники в разных концах, две плиты. Сейчас возможно всё, что угодно. Вот правда, я уже перестала удивляться, кому-то, допустим, удобно располагать и мыть в зажатом пространстве в угловой раковине. Другой человек приходит и говорит, господи, как с этим можно работать, как с этим можно жить. Кто-то живёт и получает удовольствие, поверьте. Поэтому первое правило, которое для меня, наверное, важно донести, чтобы заказчик обязательно пошёл с вами куда-то в салон и где-то посмотрел в живую кухню, чтобы вы посмотрели, как высота, допустим, кухни, какой он высоты. Допустим, если это мужчина и женщина, чтобы и по возможности тоже не пришли вместе, потому что высота столешниц может быть, быть, я не знаю, от 80 до 100, до метра. И это кому-то удобно. Одна высота, кому-то неудобно другая. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, что есть технические особенности помещения, есть конструктивные недосчёты и организация пространства. Организацию пространства убираем. Это ваше личное. Вы дизайнер проекта. И здесь уже вы делаете под заказчиком. Здесь мы ничего вам не диктуем, только можем рекомендовать. Стены и пол, розетки, газ, трубы водоснабжения. Кому, если хочется, можете делать скрин экрана, потому что информации будет достаточно много. Мне хотелось бы, чтобы вы какие-то себе оставляли вещи на памяти, или, возможно, у вас дальше возникнут какие-то вопросы. Визуализация. Ожидание и реальность. Значит, вот, начнем. Это не кухня, но это очень-очень-очень такой, знаете, видимый пример, на котором можно прям сразу начинать рассказывать. Вот смотрите, слева на экране, слева, да, у нас получается, показана, как работает схема закрывания и открывания дверей. А справа, на увеличенном, это всё я брала с 3DDRU. Объясню, почему. Потому что многие визуализаторы и дизайнеры, и заказчики в том числе, ознакомливаются с этим приложением и берут оттуда источники вдохновения. Потом эти же, кстати, визуализации попадают в Pinterest, откуда тоже берутся источники для вдохновения и для помещения этого проекта. Так вот, обратите внимание, что на этой визуализации не обозначены ни направляющих, хотя это такие дверцы, которые должны ездить, не оговорено, допустим, ладно, окей, светильники, можно провести провод, и разместить их на панели. Но за этой панелью должна быть какая-то ниша, за которой должна задвигаться дверь, направляющая. И то есть, когда человек приходит уже в ателье, допустим, к нам, мы как фабрика рассчитываем достаточно сложные конструкторские чертежи. И потом, представляете, у человека, когда мы ему привозим на объект этот продукт, он достаточно сильно отличается от того, как выглядел на вашей визуализации. Смотрите, слева, допустим, визуализация сделана пенала с витринным стеклом. Далее реализация плюс-минус этих же идей. Смотрите, когда вы слева размещаете стекло, не может быть трехметровой витрины. Это не всегда возможно, потому что это технологически не всегда позволяет длина профиля, а потому что это комплектующие, которые поставляются и Италии, производятся у нас в России, и из Китая сейчас приходят. Далее располагаются полки. Обратите внимание, пожалуйста, на левом кадре ни одной петли. То есть как открывается данная конструкция, неизвестно. Далее справа картинка следующая. Это то, как предложили уже, видимо. Сразу говорю, что эти картинки взяты из Пинтереста, как абсолютно все. И здесь я не указываю ни ссылки на каких-то архитекторов, дизайнеров, потому что это лежит в общем доступе и, собственно, использую из практики, в том числе других дизайнеров. Смотрите, здесь дальше справа уже на фотографии вы видите реализованный проект. Витрина разбита пополам, потому что, скорее всего, не позволил профиль сделать таким образом. Дальше петли обозначены. И смещена подсветка. Почему? Потому что не все петли позволяют размещать подсветку очень близко к краю. И, соответственно, справа витрина тоже достаточно массивная. И она, не сказать, чтобы сильно отличается эта картинка, но достаточно часто заказчики говорят о том, что, ну вот посмотрите, это отличается от проекта, который принес мой дизайнер. И здесь просто для того, чтобы не избежать разочарования, пожелание такое, да, либо отображать, либо предупреждать просто заказчика, что при выполнении изделия в жизни это будет отличаться немного. Далее. Вот смотрите, например, справа идет визуализация холодильник сайд-бай-сайд. Это самая большая распространенная ошибка почему-то, что все ставят сайд-бай-сайд вместе с основной кухней. Там будет всегда дополнительный просвет, потому что у холодильника сайд-бай-сайд открываются двери, и там нужно место для того, чтобы они открылись. Почему-то многие этого не указывают. Слева, смотрите, для того, чтобы функционировал правильно холодильник, вам нужно разместить вентиляционные такие решеточки, которые идут либо под холодильником, либо над холодильником. Над холодильником у нас идут дверцы обычные, скорее всего, глухой фасад. А если вы размещаете подсветку кухни, то вы должны тогда отразить это в визуализации, для того, чтобы человек видит, что у вас будет, когда подсветка падать, то там будет вентиляционное отверстие, решетка, которая тоже не всем сильно нравится. То есть, либо тогда уходить от подсветки, либо предупреждать заказчика, что, возможно, здесь будет немножечко по-другому. Остров. Смотрите, это не визуализация, это реализовано у нас в салоне Остров кухни. И вот справа снизу указана вытяжка Куперсбуш. Для того, чтобы ее поместить, вам нужно сделать огромное количество выводов, предусмотреть размер острова по-другому и обслуживание этого, скажем так, прибора. Я буду иногда коротко проходить по некоторым вехам, потому что информации много, и мы с вами тогда не уважимся. Если что, записывайте вопросы, я буду более подробно рассказывать. Вот такой уж в шоуруме у нас представлен остров из натуральной латуни. По латуни я еще пройдусь позже, но здесь мы сделали сырую латунь до пола и не покрывали ее лаком. Для чего? Для того, чтобы люди видели, как старится латунь. Сейчас латунь встречается очень часто в современных интерьерах. Ее прям много. И сегодня проговаривали еще с нашим подрядчиком, который изготавливает металлические элементы, то есть из латуни мы делаем часть работы металлистов в дополнительном цеху. И здесь у нас конструктор, который занимается непосредственно металлом, рассказывал о том, какие допуски нужны учитывать по латуни. Так вот, вот этот остров у нас сделан специально для того, чтобы показывать со времени, как старится латунь. И у нас сейчас в шоуруме это достаточно мутные листы, которые немножко даже покрываются такими благородными пятнами. Объясню, почему. В Европе, например, латунь идет без добавления примесей, достаточно чистая. У нас не всегда заказчики или, допустим, производство использует латунь, скажем так, без примесей. И это дает очень большую степень окисления и помутнения. Смотрите, по поводу островов. Смотрите, какого размера, как вы считаете, остров изображен на картинке. Я замерила, если по базам считать, по 600, то это будет 6 баз. 6 баз это 3600. То есть 3600 изображена столешница данного острова. Для того, чтобы занести такую столешницу, вам нужны либо альпинисты, либо это должен быть частный дом. Но тогда вам нужно продумывать, как ее заносить, производить, грузить и устанавливать. И все-таки 3600 это очень большой материал. Он не изготавливается целиком. Это, скорее всего, будут стыки. И нужно будет подгонять. То есть это тоже нужно учитывать. Потому что вот такие вот хотелки заказчиков, это нужно оговаривать все на этапе даже проектировки. Потому что, возможно, вам заказчик скажет, я не хочу стыков, я не хочу, допустим, каких-то элементов, ну, сложных элементов. Поэтому лучше это на этапе даже проектирования. Хотя бы посоветоваться с производителем, кто это будет делать. Вот такая сейчас частая история. Это шпон, который идет в пол. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Внутренняя вся часть сделаны из шпона. То есть это и передняя панель, и боковые панели. Мягко говоря, шпон, если его вот совсем делать в пол, без каких-то регулируемых опор или без проставки, 100% повлечет за собой от влажности и постоянной уборки, даже если очень обеспеченный клиент, у него все равно есть уборщица. И поверьте, уборщица не всегда соблюдает ту технику обработки материалов, которую ей предписывают. И со временем просто клиент скажет, почему вы это не предусмотрели. Поэтому даже на этапе проектировки вот этот момент и нюанс точно нужно сделать. То есть это либо, допустим, доделают, как сказать, не латунь, либо металл, который красится под латунь, либо это пластиковый плинтус под латунь, либо это какие-то другие металлы, либо это цоколь, либо это какая-то проставка, хотя бы 5-6-7 миллиметров, для того, чтобы материал был оторван от поверхности пола. В острове очень многие сейчас ставят вот такие сушки чудесные для посуды. Но не забывайте, пожалуйста, что у этих сушек, или если, например, вы ставите только плиту, например, говорят, окей, мы не будем ставить раковину, просто поставим, допустим, вот такой чудесный аксессуар. Имейте в виду, что к этим сушкам тоже нужен вывод воды. Толщина и качество материала. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту конструкцию, на эту визуализацию. Здесь обман стопроцентный. Почему? Потому что эта вся конструкция как бы сделана из МДФ, но и сделать ее невозможно, потому что такой толщины МДФ для того, чтобы делать на такие большие пространства, как бы не существует. Есть 4 миллиметра МДФ, но оно не несет корпусной нагрузки. То есть это тогда изделие должно быть выполнено из металла. Для того, чтобы такую конструкцию выполнить из металла и сделать сопряжение материалов фасада и конструктива металла, это очень-очень-очень сложное будет изделие. Поэтому часто визуализации они немножко вводят в заблуждение. И далее ваши заказчики, если вы, например, возьмете такую конструкцию, они будут от вас требовать точного повторения вот этих тонких линий, причем за разумные деньги. А это подчас просто невозможно. Поэтому здесь нужно учитывать, что минимальная толщина МДФ идет 10-12 миллиметров, а это совершенно по-другому будет смотреться. И, кроме того, нет совершенно креплений полок. При такой толщине это тоже нужно учитывать, что они будут либо видимые, либо будут какие-то швы, допустим, швы даже при вклейке. И, соответственно, еще помимо этого ширина полки. То есть, если, допустим, это будет 10-12 МДФ достаточно тонкий, то это будет ограничение. И на 12-ю, на 10-ку вы никогда не поставите вот такой вот мраморный поднос с чайниками. Но это будет уже, поверьте, большая нагрузка для такого тонкого материала. Ручки. Это большая сейчас несложность, скажем так. Многие рисуют вот такие вот тоже визуализации. Я квадратами красными обвожу зоны опасности и повышенного внимания, скажем так. Есть, например, двери шкафа с тонкой филенкой. Тонкая филенка, например, если это меньше там сантиметра или двух, нужно умудриться еще поставить туда ручку и какое у нее основание. Вот эти ручки сейчас очень модные, которые ставят в визуализациях. Потом на фасад сложно поставить. А если вы его делаете, ручку эту накладную на торец шкафа, то очень часто возникает, знаете, какая проблема? Эти ручки, они просто крепятся на винты. И когда ваш заказчик получает эту дверь с такой ручкой накладной, то будет достаточно много вопросов. То есть вы просто это должны проговаривать либо показывать изнанку, где-то, допустим, у производителя или в шоуруме. То есть как это закреплено. Есть импортные ручки, допустим, они крепятся более аккуратно и действительно там красивые какие-то заглушки, там саморезы. А есть китайские варианты, которые крайне неэстетичны. И вот, допустим, те же деревянные ручки, да, у них они достаточно тяжелые, допустим, как справа. И на тонкую филенку, допустим, вот как я вижу сейчас здесь там полтора-два сантиметра тонкая рамочка, на нее просто не поставить. Поэтому этот момент вы должны либо проконсультироваться, либо потом быть готовы, что в моменте реализации вашей идеи возникнут какие-то немножко корректировки. Вот я брала просто из 3DD проекты, честно могу сказать, прекрасные, красивейшие проекты, которые сейчас вы часто можете увидеть в Пинтересте и везде. Смотрите, какой есть нюанс. Здесь нет ни одной ручки. Это первое. То есть это должны быть либо пуши, то есть пуш такой механизм, на который вы нажимаете и открывает 1-2. Мы все знаем прекрасно, что когда человек готовит, у него грязные руки. Представьте, что это матовая покраска кухни. И человеку для того, чтобы выкинуть мусор или, например, выбросить какой-то там или открыть в соседний шкафчик, ему нужно либо помыть и вытереть руки насухо, либо просить кого-то о помощи. Верхние шкафы еще как вариант можно сделать. Смотрите, вот такая, например, скрытая ручка, либо опустить фасад на 10-12 мм, до 2 см, и тогда снизу будет просто открываться. Либо вот такая ручка скрытая, которая имеет и подсветку, тоже достаточно эстетично смотрится. Но в визуализации, обратите внимание, я специально взяла этот ракурс в том числе, нет ничего этого. Нет ни ручки, нет дополнительной фрезеровки. То есть, скорее всего, это просто механизм нажатия. И это не то, чтобы это сложно, не то, чтобы это реализуемо, это реализуемо, это можно сделать. Но очень хочется, знаете, чтобы нас дизайнеры вспоминали теплыми зимними вечерами, заказчики еще спустя год, два и три. Кухня это достаточно дорогостоящий продукт, особенно вот если брать такую, например, матовую кухню с латунными вставками, то это будет дорогой, красивый, презентабельный продукт. Дальше у меня вопрос. Справа находится холодильник. Как его открывать? Есть такой механизм, серводрайв, но он стоит от 50 до 100 тысяч только на одну дверь. То есть это тоже тогда нужно учитывать и считать. Латунь, которая находится в зоне готовки над газовой плитой. Это все покроется со временем тоже какими-то коррозийными либо окислением, либо жиром. То есть вы должны понимать, даже если латунь покрыта лаком, тем не менее она требует уход. И все дальше зависит от интенсивности готовки клиента и уборщицы. Поэтому здесь важно не только эстетичное, скажем так, выполнение кухни и красивая картинка, но также нужно понимать, что дальше с ней будет. Есть еще один нюанс. В этой кухне нет ни одной розетки. Ни одной. И когда мне говорят, что на кухне есть откидные розетки, которые, например, выполнены из того же материала мрамора или керамики, да, возможно. Но это тоже нужно оговаривать, потому что не каждый материал определенной толщины можно наложить на розетки. И здесь вот на визуализации тоже их нет абсолютно. Хотя все эти выпилы имеют тоже толщину. То есть для того, чтобы вы встроили розетку, она не будет прям заподлицо и не будет иметь швы. Это где-то от 2 до 3 миллиметра по периметру. Это достаточно визуально такая заметная история. Еще есть один нюанс. Вот, допустим, даже ящики под газовой плитой. То есть вот обратите внимание, ручки на современных кухнях, их такие кухни сейчас очень часто есть в Пинтересте, в реализованных проектах. Но это дальше я покажу вам. Они в основном все выполнены из шпона либо натурального дерева. Почему? Потому что натуральное дерево и шпон все-таки менее заметны пятна и следы эксплуатации. Вот на такой матовой кухне, особенно матовая покраска, это будет достаточно сложно содержать ее в идеальном состоянии. Смотрите, если здесь, слева, например, обратите внимание на угол. Самое сложное в кухне, смотрите, рассчитать нишу. Когда вы возводите стены, например, в проекте, и вам, например, нужно, идет кухня, не знаю, там 2,5 метра, и вам нужно выстроить стену, в которой она уплется. Чаще всего дизайнеры, как считают, там 4 базы по 600, например, там 45 ящик, 90, даже те, которые уже достаточно опытные. И всегда забывать про уголок. Если на кухне есть ручки, как, например, здесь, и здесь выделена эта красная зона, не учитывается, здесь абсолютно, никакой проставки. У вас не откроется до конца этот шкаф, потому что ручка, даже самая маленькая, имеет толщину. И когда вы проектируете зажатую кухню в пространстве, либо с одной стороны, либо с двух сторон, вам нужно обязательно учитывать, что у вас будет еще какая-то проставка. А зачастую это от 5 до 7 сантиметров, ну там минимально, по-моему, 3-4, у нас максимально 70 миллиметров. И вы можете себе представить, что у вас кухня вся подвинется на 7 сантиметров. Я вам потом покажу, недавно я участвовала в квартирном опросе, как важно предусмотреть эти нюансы, потому что действительно это сложно потом исправить. Особенно если у вас вы выстроили стену, и уже, например, штукатурили, провели туда коммуникации, это практически уже будет просто, как сказать, на вашей совести, и зачастую заставляют дизайнеров платить за такие ошибки. Вот показаны, например, фрезерованные фасады у нас в салоне, и показаны ручки у нас. Либо, допустим, идет ручка голода, которая вставляется в паз, либо накладные ручки, допустим, выполнены из латуни. То есть они эстетично достаточно смотрятся, но в то же время у них продумано крепление с обратной стороны. Дальше вы наверняка уже многие, кто здесь присутствует, видели вот такую кухню из ротанга, которая сделана, вернее, на визуализации, выполнена слева. Смотрите, это вот слева визуализация, справа реализация, как я говорю. Ротанг очень такой непростой материал, и вот эту визуализацию можно сделать, например, если ротанг зажать в алюминиевый, в алюминиевый профиль, для того, чтобы деревянная рамка, вот как здесь показано слева, держала такое натяжение, это нужно либо проставки, вот обратите внимание, справа идут сзади проставочки такие, толстые планочки, они неспроста, потому что ротанг натуральный, например, он провисает, он имеет некую степень натяжения, и в то же время, если будет сильно большого размера дверь, он будет провисать. И это к тому, что нужно предусматривать вот эти моменты. Вот слева визуализация, справа я нашла фотографию, как примерно смотрится этот же материал в жизни, да, слева нет никаких дополнительных проставочек, да, никаких натяжителей, и огромные двери, три метра, то есть если учесть, что высота до кухни, до столешницы 90 идет, плюс вот здесь трехметровая ниша, и она закрывается огромными дверями из-за чудесного этого нового материала. И это будет очень сложно, и возможно вам откажут в выполнении. Почему? Потому что дальнейшее использование может стать причиной того, что просто материал будет портиться. Либо он будет провисать, либо просто, если у вас клиент нечаянно там заденет ее, она просто портится. Потому что если вы посмотрите использование ротанга, например, в антикварной той же мебели, там площади его использования совершенно небольшие, не такие, как у нас здесь показаны часто в визуализациях. И толщину рамки, обратите внимание, слева толщина рамки, какая маленькая, и ручкой установлена, тоже есть вопросы. А вот справа, допустим, рамка гораздо толще, смотрится и грубее, и там леночка такая показана по периметру. Если вы когда-нибудь погуглите в Пинтересте технологии использования ротанга в фасадах, то вы увидите, что это делается специально для того, чтобы было больше натяжения. Итак, натуральный шпон, солнце, влажность, температура. Объясню, почему. Недавно мы сталкивались с вопросом даже в Сочи, но никто не застрахован от ярких софитов, которые сейчас есть у нас во многих интерьерах. Плюс солнечная сторона, например, шпон. Даже из Италии мебель, как вы говорили, там не важно откуда. Любой шпон имеет возможность выгорать на солнце. Поэтому, если у вашего заказчика солнечная сторона, вы это либо проковариваете, либо просто выбираете другой материал. Возможно, даже не натуральный. Далее, будьте готовы к тому, что если ваш заказчик выбирает натуральный шпон, я специально нашла такие, знаете, как недочеты, которые используют наши коллеги иностранные, это иностранные кухни. Обратите внимание, слева, как идет шпон на, допустим, левых двух дверцах и слева. То есть, шпон не совпадает по рисунку. И за границей это считается нормальным. То есть, это живое дерево, живой шпон. И расхождение даже по оттенкам считается, скажем так, это даже больше премиальный момент, как и камень натуральный, например, мрамор. Если наш заказчик видит такие вещи, он просто будет это считать недоработкой вашей как дизайнера и нашей как производителя. То есть, это будут сложности при сдаче этого объекта. Справа, кухня. Здесь интегрированная ручка, то есть, ручка является частью фасада. К сожалению, у меня нет дополнительной фотографии, но это прям такая ручка, которая вставляется, которая выдвигается. И посмотрите, тоже по оттенкам различается массивная ручка на соседних фасадах и рисунок шпона. Тоже, это может быть для того, чтобы этого избежать. Мое пожелание такое, если человек хочет натуральный шпон, не поленитесь. И как вот я, когда езжу, выбираю, например, камень, вернее, каменные слэбы, мы прям выбираем слэб, подписываем, вот этого, как говорится, ребенка забираем в наш интерьер, прям, чтобы он по оттенку совпадал, там, раскродим. То же самое нужно делать со шпоном. Если это дорогостоящий проект, а у нас мы работаем именно с таким с премиальным сегментом, важно делать подборку вместе с заказчиком, чтобы он видел, что шпон идет, например, с рисунком. Где-то, например, в орехе бывают такие всполохи как бы ярких прожрилок. Вот, например, тоже, смотрите, да, вот справа, справа идет совершенно разные по тону двери. И это красиво, это большой проект известного бюро, по-моему, голландского. И здесь никого это не смущает. То есть люди гордятся проделанной работой. У нас, поверьте, у нас, у вас люди начнут возмущаться, что шпон не совпадает, хотя это орех. Просто, скорее всего, это разные партии шпона, либо это соседние лежали, но вот просто без подбора сделали. Так что, имейте просто в виду, чтобы у вас не получилось такой ситуации. слева, я показала, помимо того, что идет разная направленность шпона, еще помимо этого, видите, выпил под посудомойку. Это очень частая проблема. Смотрите, если, например, ваш заказчик делает посудомойку с неплавающим фасадом, у вас возникает вот такой выпил в цоколе. И у нас, допустим, в шоуруме показано это и показываем при согласовании кухонь. И тем не менее, когда появляется этот выпил на объекте у заказчика, это возорвает недоразумение и говорят, давайте переделаем. К сожалению, если вы выберете или посоветуете посудомойку с неплавающим фасадом, то есть это там отдельная как бы у них прям категория, то, возможно, такой выпил. И лучше показывать это на визуализации прям, ну, сразу при выборе техники, потому что сейчас вообще техника вся дорогостоящая и замена в дальнейшую практически невозможна. тоже говорю, это из последних прям объектов, где возникли эти сложности. Высоты, рабочая поверхность и кухня. Смотрите, есть фабрики, да, и производители, у которых есть ограничения по размерному ряду высоты столешниц. Здесь у нас представлено, что когда, в зависимости от человеческого роста, вам нужна разная столешница, и вы должны это проговаривать, и нужно обязательно этот момент учитывать при проектировании. Например, супруг и супруга могут быть с абсолютно разной высоты, и вам либо нужно, допустим, остров сделать для супруги, а для мужчины более высокую основную часть. То есть, вот этот момент нужно регулировать и обязательно отслеживать, потому что потом могут болеть и суставы, и руки. И у меня есть наш менеджер, который недавно там снимал квартиру, говорит, Толя, ты себе не представляешь. Я никогда не думала, что это настолько важно. То есть, когда высота столешницы, допустим, у меня высокий рост, и высота столешницы 82, это будет наверняка неудобно. У нас, допустим, нет ограничения по высотам, мы изготавливаем конкретно под клиента, но вы должны тогда это учитывать. Почему? Потому что выводы розеток, всевозможных там сантехнических вещей, они зависят от высоты столешницы. То есть, если, например, вы берете там, не знаю, учитывать, что у вас 82, а потом в процессе кухни получаешь, что там берете сотую высоту, то у вас почти на 20 сантиметров должна взлететь и как бы, господи, розетка, и вывод под розетку, и вывод дополнительных каких-то подсветок и всего остального. Вот это можно там сфотографировать, но на самом деле это все в доступе в интернете, здесь ничего не придумано, все, как говорится, взято из общих источников. Количество розеток и выводов на самом деле поражает для кухни, которое нужно предусмотреть. И зачастую самая большая ошибка, знаете, какая, например, под посудомоечную машину, под стиральную машину сделаны выводы прям за прибором, а ее это делать нельзя, потому что, когда я включаю в розетку, там идет вилка, шнур, и на прямую выводы тоже делать не рекомендуется. От меня лично пожелание такое, сделайте на всякий случай вывод для измельчителя. Возможно, он не понадобится, но если вдруг понадобится, вам не нужно будет делать дополнительную работу, штробить стены, и это поможет вам в дальнейшем. Для варочной поверхности, для духовки нужны усиленные выводы, и это действительно тоже важно предусматривать. Для многих, которые здесь сидят с нами вот онлайн, я уверена, что многие и знают это, и не забывают, но поверьте, есть какие-то люди, которым на сегодняшний день эта информация будет полезна. Как избежать вот таких вещей? Как я пользуюсь, например, я беру, делаю проект кухни, хотя бы приблизительный, хотя бы не понимая, какие будут фасады, но примерно по запросу у клиента, понимая, какая будет техника. И мы набрасываем какие-то вещи, допустим, кухопроизводителя, и уже рекомендуемые выводы для этого, потому что все-таки переделывать электрическую схему это очень сложно. И знаете, еще момент, не все предусматривают выводы электрические, то есть я имею в виду включение и выключение электрики, допустим, выводят на выключатель, то есть многие берут, например, используют дополнительно потом кнопку, тач, на движение, но не всегда это людям удобно, поэтому момент, как будет включаться подсветка витрин на кухне, подсветка основных баз, подсветка фартука, подсветка острова, что сейчас очень такая вот история с постановлением. Знаете, почему? Сейчас идут профиля, за которые открываются дверцы, но не с подсветкой, то есть это красиво и практично, а потому что она закрывается пластиковым профилем, он не повреждается, то есть это действительно очень эстетично выглядит, просто нужно сразу, допустим, из острова предусмотреть, как вы будете это включать. Вот можете прям, да, вот скрины делать, потому что здесь я не буду прочитывать, да, все, но кому полезно, делайте закладочки. Вот смотрите, так, вот по поводу воды, какая история, очень часто бывает у нас вход в кухню в одном месте, а, например, посудомойку или раковину убирают достаточно далеко. У меня, например, дома такая же была проблема, и за счет того, чтобы сделать правильный угол поворота этой раковины, мне пришлось отказаться от углового модуля, то есть он у меня пустой, угловой модуль в кухне, потом дальше покажу, вот, для того, чтобы грамотно сделать поворот трубы и чтобы не было застоя, да, это важно для обеспечения правильного стока воды, поэтому здесь важно на первом же этапе проектировки, и тоже, ну, заказчик вам сказал, хочу, вы тут же идете к сантехнику желательно и спрашиваете, а насколько это возможно далеко унести раковину, возможно ли провести трубы в остров, и возможно ли вот эти все хотелки реализовать, потому что если нет, то лучше сразу отказать, чем потом и думать, ну, на всякий случай, не работает это так, вот, и да, до води, видите, нужен отвод до основной канализационной трубы, и это пятидесятка, и у нее все равно угол поворота, это очень важно, вот, смотрите, ну, вот накладные ручки, это то, что я вам говорила, да, то есть нужно обязательно делать прокладку, вернее, господи, прокладку, проставку, кто как называет, на самом деле, у нас и так, и так, мы уже привыкли к любой терминологии, так, вот, кто по той же причине, вот, не размещает встроенную технику, потому что мешает дверцам, дальше, газ, это моя любимая тема, потому что на одном из объектов, я согласовывала полгода, газ, и ко мне выходили, мне кажется, все газовщики Тверского района по очереди, и так как я работаю со старым фондом, для меня это большая тема, и я занимаюсь только узаконенными проектами, поэтому газ, это боль, и вот вы недавно знаете, что периодически проявляются, знаете, то взрывы какие-то в подъездах, и газ это очень опасно, и вы на себя берете, на самом деле, большую ответственность, и проговариваете это себе, потому что, как дизайнер интерьера, вы берете ответственность, если вы, например, перевариваете вручную трубу, и куда-то ее прячете в стену, это, ну, потом может быть наказуемо, значит, самое главное, что вентиль, для согласования, опять же говорю, именно те, кто согласовывает газ, надеюсь, вы относитесь к таким дизайнерам, значит, вентиль распагается на высоте метр-полтора, его нельзя закрывать, его нужно подвод правильно обеспечивать, вот к этому вентилю, чтобы был подход, его можно закрывать съемными панелями, ну, то есть, чтобы это было все равно, то есть запрятать газовую трубу, как, например, многие делают, там, не знаю, для съемок, чтобы было красиво, это нельзя делать, ни в коем случае, и у меня, допустим, в двух интерьерах труба не закрыта, и когда у меня брал журнал на публикацию, в дубайский выпуск, говорит, давайте мы вырежем, я говорю, нет, потому что, допустим, если вы увидите в парижских, эль-декорейшн, или в журналах прекрасных, да, и вообще европейские все журналы не прячут труб, не стирают их с фотографий, это нормально, труба в интерьере, особенно если это какая-то старая квартира, это нормально, почему-то у нас все пытаются все запрятать, все зашить, а потом, если когда прорывают трубу, куда бежать, не понимают, в общем, вот эту тоже, да, посмотрите обязательно, гибкая подводка, должна быть не больше метра, потому что, если больше метра, это не согласовать, я вам больше скажу, не согласовать, даже если вы делаете проект кухни, и на 5 сантиметров, вот пришел, вы делаете проект кухни, да, газа, и делаете, ну, привязку делаете по плите, и потом приходит газовщик, проверяет, и говорит, у вас тут 7 сантиметров, вот просто, вот от плиты, до вашей привязки, то есть она сместилась на 7 сантиметров, ввиду того, что вы проектировали кухню, да, там добавились какие-то секции, еще что-то, нет, переделать проект, то есть, естественно, переделать кухню не будешь, потому что вы ее проектируете, исходя из требований, и необходимости закачек, поэтому приходится переделать проект, а это там дополнительный к согласованию, плюс 30 тысяч, и потом, кто это будет платить, как бы в моем случае платила я, потому что мой косяк, я не учла, вот, есть такой еще момент, в одном из проектов, у меня газовая труба закрыта, была за холодильником, то есть, вот, допустим, проходит стояк, делают замруют, потом ставят, нельзя этого делать, тоже доступ к трубам должен быть, и поэтому, многие люди отказываются от газа, в пользу электричества, для того, чтобы можно было реализовать много-много-много, каких-то хотелок, тут тоже есть нюанс, далее, расходы по электричеству, огроменные, и, допустим, если у вас коммунальные платежи, допустим, люди с газом платят, процентов 30-40 разница, при использовании электричества, и при использовании газа, тонкие стены, из последнего опыта, привезли у нас, значит, мебель ставить в проект, и была, не было сделано закладной, была сложность с тем, что попросили навесить секцию, а там получается просто штукатуренная минеральная вата, то есть минвата, изоляция звуковая, которая просто заштукатурена, естественно, там не всегда это совершенно вина за дизайнера, слово совсем, потому что, возможно, вы указали, но делают проект без вас, и там у нас на проекте действительно не было дизайнеров, но тем не менее, инцидент был, и закладные должны быть обязательно, потому что сейчас все материалы тяжелые, многие ставят металл на фасад, керамику на фасад, полки какие-то, и закладные нужно делать обязательно, и консультироваться с прорабами, для того, чтобы понимать, какая нагрузка будет, и, допустим, берут, знаете, допустим, делают только часть стены, например, закладную, а дальше не учитывают, то есть этот момент должен быть обязательно учитан. Итак, полка навесная и столешница, здесь я объединила вместе, значит, смотрите, вот эти все сейчас модные приемы, видите, вот с навесной полкой толстой, да, тоже, опять же, у нас все наводнены интернет-ресурсы этими проектами, материал полки, это вес, свойства, для чего учитывать материал полки, одно дело, если у вас из натурального мрамора, например, это и тогда можно врезать подсветку, например, тонкую керамику нельзя врезать подсветку, как она будет у вас крепиться, потому что если у полки есть толщина, например, ну, как бы глубина, там, например, 150 миллиметров, 130 миллиметров, это определенный люфт, который будет, если вы туда еще что-то поставите, то это 100% увеличит нагрузку, и, допустим, это должны быть либо металлические штыри закладными, и не все каменщики, либо обработчики искусственного камня работают с этими креплениями, то есть это тоже момент нужно учитывать, просто как пожелание, да, здесь придумать можно все, что угодно в процессе, но важно это продумать на этапе проектировки, вот здесь прямая речь от обработчика столешниц и камня, основная ошибка продавать материал, не зная его конечных характеристик, почему он говорит продавать материал, потому что прежде всего дизайнер зарабатывает на материале, и вы получаете процент, и это достаточно большой процент, да, в том числе, потому что все дизайнеры, продавая проект, мы все комплектуемы, у вас у всех есть авторский надзор, и потом, если будут какие-то нюансы, будут спрашивать с вас, и это будет не очень приятная история, поэтому, вот, например, здесь у нас сделана была тонкая полка из дерева, и она крепилась одной частью к вентиляционной вытяжке, которая сделана из натуральной латуни, и вторым концом, как говорится, упиралась в шкаф. Вот, здесь была продумана и достаточно жесткая конструкция. Вот, потом смотрите, по поводу столешниц, никаких сложностей нет с реализацией, вот таких каких-то смелых идей, и моментов запилов под 45 градусов, еще чего-то. Здесь важный момент вас предупредить сразу о сроках. Объясню почему. Для того, чтобы сделать грамотно камень и грамотно, например, там кварц, керамику, неважно, вы сначала устанавливаете кухню, далее приходит замерщик по камню и замеряет камень. Если, например, у вас добавляется вот такой вот сложный элемент из латуни, то после замера камня к вам еще приходит замерщик, который меряет металл. Либо вы должны оговаривать с ним эту, допустим, фигурную историю какую-то сложную, чтобы он это смог подпилить на объекте. Потому что не всегда это может быть эстетично и нужно будет обрабатывать. Так вот, здесь тоже вкрапление от человека у нас, который занимается обработкой металла. Однозначно, точно не в мокрых зонах, потому что даже если латунь покрыта лаком, самым-самым-самым-самым прочным, все равно время вы ухаживаете, трете, используете, нужно быть готовым. То есть, если, понимаете, есть заказчики, которые любят грубые материалы, сложные такие, грубые отделки, где-то такие живые материалы, которые будут стареть красиво. А есть люди, у которых, ну, как сказать, у них такие минималистичные интерьеры, допустим, очень-очень аккуратно покрашенные стены, к ним примыкают панели, все это должно быть абсолютно матовое, ни одного пятнышка не должно быть, даже в процессе стройки, допустим, да, и такие заказчики у нас есть. Это совершенно две разные категории граждан, которым нужен свой подход. Поэтому, латунь, точно не в мокрых зонах, вы должны предусматривать, что латунь, как и другие материалы, вообще любой материал, он имеет размер. И когда вы проектируете, например, декоративные полосы из латуни, декоративные вставки из латуни, вообще что-то, допустим, из латуни, керамики или еще чего-то, оно должно иметь размер. И когда должно вписываться в этот габарит, и желательно, даже на визуализации, если будут швы, показывайте эти швы, потому что зачастую заказчик просто говорит, у вас же на визуализации нет шва, я не принимаю. Вот так тоже бывает, поверьте, пожалуйста, особенно если вы будете сталкиваться с многомиллионными проектами, где, если люди заплатили за визуализацию, за проект, и если не было указано, где это у вас развертки, что здесь будет шов, листык материала, у вас будут потом не проблемы, но заморочки точно будут. Отделка металла. Вот смотрите, нержавейка, которая идет сейчас, достаточно часто используется в интерьерах, она идет со специальными отделками. И здесь пожелание, вот орбитальную отделку, это для того, чтобы она была устойчива к повреждениям. Допустим, направленный сатин, это вот прям термины, которые просил меня употребить наш обработчик металлов. Значит, направленный сатин, это достаточно нежная фактура, которая даже от стакана может оставлять следы. И поверьте, это будет сильно неприятно в процессе эксплуатации. Орбитальная, это то, что грубо обработанная нержавейка, либо латунь. И она достаточно устойчива к, так скажем, к агрессивной среде в зоне кухни. Вот керамика, например, видите, тут мы постепенно переходим к газовым плитам, то есть такой раздел и про газ, и про керамику. Значит, смотрите, газовые плиты, они имеют толщину. От 30 до 55 миллиметров в стройку. То есть она утапливается. И если, например, вот здесь мы не хотели делать дополнительный ящик неглубокий, здесь сделали опуск керамики для такого декоративного хода, такого приема. И заодно, либо заглушка должна быть в верхнем ящике, потому что не всегда эстетично выглядит, например, вся столешница тонкая. То есть, смотрите, у вас идет газовая плита, толщина ее в стройке 55. Если у вас идет, например, столешница, как здесь у нас, двадцатка, то в зоне открывания ящика будут торчать большие вот эти вот обратные конструктивные элементы газовой плиты. Не всем это нравится. Вот смотрите, например, здесь показан слева вариант, когда идет газовая плита, и верхняя планочка, как раз в классической кухне, заглушена для того, чтобы скрыть толщину газовой плиты. Справа идет, например, газовая плита, толщина уже столешница побольше, плюс профиль гола, такая встроенная ручка, которая тоже имеет толщину, и все вместе получается порядка 6-7 сантиметров. У вас все встает, идеально, человек открывает ящик, и у него там красота. Вот, поэтому на всякий случай даже конструкцию плиты приложила. Смеситель. Сейчас очень много китайских смесителей, турецких смесителей, допустим, которые нужно учитывать. Вот смотрите, если вы берете, например, достаточно большую мойку, то у вас остается небольшое пространство за мойкой до фартука. И вот у нас данный смеситель показан даже в шоуруме не как ошибка, а как демонстрация моментов, которые нужно учитывать. Потому что вы открываете, например, этот выключатель на стену, и у вас нет полного хода. И здесь нужно либо уменьшенной глубины, у этого же производителя мойки, например, есть уменьшенная глубина до мойки. То есть, если вы хотите, чтобы это все вместилось, вам нужно просто сразу подобрать и проконсультировать. Естественно, наши девочки, допустим, консультируют, но тем не менее, если будут люди здесь сегодня, которые, возможно, столкнутся, то есть вам нужно будет либо уменьшить мойку по глубине, в смысле не по глубине, а по ширине, как я даже не знаю, глубина это у нас получается совсем... В общем, расстояние от смесителя до края столешницы должно быть у вас поменьше мойки. Я сейчас покажу вам сразу на своих проектах это вот у меня... Это самый первый проект, который я начала делать, еще учащий в школе дизайн в Петербурге. Квартира художника тоже была опубликована, это уже было, господи, там 13-14, почти 15 лет назад. Вот такая вот чудесная кухня, и здесь вот образовался такой вентиляционный короб, и на самом деле потом в проекте этот шпон стал элементом... То есть я всегда делаю, начиная проект с кухни, и вот этот вот декоративный прием с большой вентиляцией, там огромный был развод с вентиляцией, и мы сделали, знаете, как эта компания Юит, которая сдает с отделкой квартиры, и переделать вентиляцию нельзя. Это финская управляющая компания, переделывать что-то нельзя. То есть можно губы, как я говорю, накрасить, технические нюансы, невозможно согласовать. И мы закрыли таким декоративным коробом, и потом этот шпон лег в основу других декоративных элементов в квартире. Поэтому почему, допустим, мы часто советуем начинать проектировку с кухни, потому что, возможно, сложности, которые испытаете вы на моменте начала проектировки кухни, лягут в основу каких-то дополнительных элементов, которые вы сможете потом еще где-то использовать в квартире. Вот, допустим, это так выглядел, да, этот декоративный короб. Вот такая вот квартира, тоже в Петербурге, тоже как раз делались они параллельно, это вот эпоху защиты моего диплома в Международной школе дизайна. Эта квартира была опубликована даже в английский журнал еще до момента наших баталий с миром. Вот. И здесь кухня-ниша. Очень часто пишется о том, что нельзя ставить пенал или холодильник, разбивая зоны. Но если вы обратите внимание, это кухня-ниша, да, и у нас получается кухня поделена, вот эта часть, видите, как буфетная в зоне обеденной. Дальше идет холодильник и разбита на две части. И из зоны гостиной кухню не видно, как сказать, не видно бардака, который образовывается в зоне мойки и плиты. И здесь я хочу показать, я буду показывать на своих проектах, в том числе ошибки, с которыми я столкнулась, и с которыми я живу, и потом делаю выводы, иду дальше, и в других проектах уже не делаю. Вот. И в конце еще будет достаточно много информации, если там, допустим, под запись будут какие-то все выдержки, о которых я говорю, прям можно будет сделать скрин экрана. Смотрите, видите, по высоте кухня не встала до конца. Зазор между кухней и потолком, скажем так, выстроенной ниши идет почти 4 сантиметра. Ну, на публикации это никак не повлияло, и тем не менее, для меня это боль, которую до сих пор вижу, и меня это жутко бесит. Но эта фабрика, которая была достаточно простой, это первая мебельная фабрика, в большом проекте, кухня большая, получилась почти 10-12 метров, и поэтому выбор сделали в пользу такой не сильно дорогой бюджетной фабрики. Так вот, у них просто есть ограничение, прописанное в договоре, что высота кухни до потолка не может быть идти, вот не может прям идти в потолок, да, и вы просто либо соглашаетесь на это, либо нет. Здесь, кстати, показан гранит, потому что многие спрашивают, использую ли я натуральный камень, да, использую, и на столешницах, и на фартуке. Вот, здесь же показан еще один нюанс, его сейчас отсюда не видно, классический смеситель выбрали заказчикам, а там нет краника под фильтрованную воду, пришлось вот делать, видите, дублированный кран, не очень симпатично, но приходится с этим жить. Дальше, вот этот проект я делала в достаточно большой квартире, такой аскетичной, и здесь я хочу вам показать, видите, солнечные лучи падают именно на кухню, вот в этой ситуации категорически нельзя использовать натуральный шпон, вот прям нельзя и все, вот вы должны это проговаривать, либо должны быть глухие шторы, потому что потом вас будут вспоминать не очень хорошо, здесь момент, смотрите, здесь нужно либо на ламинат менять, то есть, либо ламинат, либо пластик, имитирующий шпон, либо покраску, но мы здесь поменяли на немецкий хороший пластик и сделали проект, вот именно там ты учениц, да, с разбитыми вещами, которые не позволяют, здесь солнце, прям я сразу отображала в проекте, потому что были такие достаточно капризные заказчики и нужно было сразу им это говорить, контроль уровня по полу и потолка здесь был произведен дважды, почему, потому что первый раз очень часто, когда вы начинаете проектировать кухню, делается замер чернового объекта, и потом важно, когда у вас уже размещена кухня, производство, чтобы вы делали контроль, почему, потому что зачастую приходит, допустим, замер человек и говорит, вот, а как у вас пола нет, а клиент вас торопит, ай-яй-яй, заказывайте кухню, потому что все это потом долго ждать, и ваш, например, там, прораб говорит, а здесь будет плюс два сантиметра плитка или там керамогранит или пол натуральный, я имею в виду инженерная доска, проходит время, выгнали пол, там, подбили эти ниши и сделали там не два, а два с половиной сантиметра, все, кухня не встанет, поэтому желательно вызывать дополнительный замер, неважно, где это будет, там, у нас в компании или еще где-то, всегда вызывайте дополнительный замер. Это участие мы в квартирном опросе, и здесь я хотела показать, во-первых, у нас здесь газовая плита, высота до шкафов 700 миллиметров, и потом в комментариях писали люди о том, что почему у вас сделано так высоко, но это было не то, что пожелание, а когда мы собеседуемся с героями, мы говорим о каких-то нюансах, и здесь вот наверное отсюда вам не видно, газовая плита есть, вывод для колонки скрыт за вторым шкафчиком правым, я там сейчас вам не показываю, не видно будет, вот, и за панелями вот этими с фрезеровками скрыта труба, на магнитах закрывается газовая труба, которая проходит там, все здесь предусмотрено, здесь вот такое интересное было решение с корпусом ярким, вот, и здесь дальше, допустим, шла отдельно постановка кухни, и просто кухня разбита, получается, была на две части, так вот, самая большая сложность была, и что вам нужно будет опять-таки учесть, здесь шла кухня из фасада ДСП одного, потом дальше шла встроенная дверь от подрядчиков квартирного вопрос, нужно было выезжать три раза у нас, потому что сначала ставили эту дверь, потом выбирали эти панели, да, которые приходились в общий фасад, вот с этими фасадами кухни, для того, чтобы это все выглядело гармонично, и разной толщины соответственно материала, потому что вы на встроенную дверь, которая идет у нас, как интегрированная дверь, давайте встроенная, на них вы не можете поставить 20-20 миллиметров толщиной материал, вы должны поставить от 4 до 6 миллиметров, вот, и дальше, здесь, значит, у нас фанера под лаком, контроль вытяжки, это то, что я говорила, вентиляционные отверстия мы сделали, и самое главное, смотрите, если у вас есть какой-то страх того, что у вас не совпадет высота кухни, вот здесь это показано, мы специально оставили 6 милли, 6 сантиметров высоту, как бы, люфт кухни, то есть, сделали шкафы не до конца, и это практикуется, это красиво, эстетично выглядит, просто для того, чтобы вас обезопасить, если будут какие-то ошибки, вот такие перегородки, например, в проекте появились тоже в проекте с газовой плитой, в которой нужно было согласовывать, и, соответственно, пришлось размещать раздвижные перегородки, и здесь момент такой, тоже себе, пожалуйста, запишите, никогда не использовать искусственный камень, черный, именно искусственный камень, такой, как сказать, бюджетный, на столешнице, почему? Потому что это очень-очень-очень непрактичный материал, это наша квартира, в которой мы раньше жили, и это постоянная уборка, это постоянно непрактичная история совершенно, это боль для эксплуатации, и смотрите, здесь есть какой момент, видите, какие у нас прекрасные шкафы по метр двадцать размещены в них сушки, такой, как это, аскетичный прием, но на самом деле это повлекло, что нужно вывод такой, до девятьсот миллиметров ширина шкафов, окей, если более девятиста, то нужно делать либо проставки в этих шкафах, то есть это нужно быть конструктивным, но я же тоже дизайнер, я тоже хочу, и мои хотелки не всегда, я слушаю конструкторов, потому что я же вроде в кухнях работаю, и поэтому я могу где-то там, где-то пренебречь советами, мне советовали, говорили девятьсот, но я все время говорю, ой, ну ладно вам, чего вы, вот я теперь могу точно сказать после своей квартиры не более девятиста миллиметров, можно сделать потом фальш-фасад, можно обыграть это немножко по-другому, но точно не делать это, и смотрите, у нас вот допустим в квартире два шкафа, у которых идет натуральный шпон дерева, который не один в один, да, повторяет друг другу, а вот как шло дерево, да, и допустим идет какой-то, не слэп камня, да, а фактура шпона, она так дальше и проходит, и меня это лично не смущает, да, потому что даже европейские тоже журналы печатали абсолютно нормально, тем не менее, вам нужно предупреждать, на фартуке здесь натуральный камень, прекрасно себя рекомендую, на фартук, если даже на столешницу вы берете искусственный материал, то на фартук точно можно сделать натуральный камень, здесь вот квартира сейчас тоже наша, которая, здесь пожелание заказчика, вот же супруг, было сделать кухню в потолок, и вот смотрите, это еще одна ошибка, которую часто встречаются, сталкиваются дизайнеры, софиты, карниз у нас получается был, тоже замер был сделан на этапе стройки, мы переживали, что мы не успеем заехать, и софиты, которые вот здесь вот, они заменены на самом деле, то есть везде в квартире у нас увеличены высоты, а эти софиты в зоне кухни пришлось заменить, потому что мы не вместились, не открылся фасад, но это можно сделать, да, если у вас есть проверенные поставщики, можно сделать легко замену светильников, но тем не менее лучше предусмотреть. Далее, вот здесь у нас показано, это старый фон, 917 год, дом, и есть нюанс подоконника с открывающимся окном, у нас в этой комнате еще есть два окна, поэтому здесь без проблем, как бы мы им не постоянно пользуемся, по-другому не расположить кухню, уже отвечала не раз на этот вопрос, и очень хотелось исполнить давнюю мечту, иметь раковину напротив окна, вот, супруг до сих пор каждое утро, когда наливают, не знаю, чайник, или вводит посуду, говорит, потрясающе, насколько у женщин действительно существует, это не миф, пожелание, но я теперь говорю, ты их понимаю абсолютно точно, поэтому здесь перепад у нас между основной зоной кухни и подоконником, почти 15 сантиметров, и мы сделали из одного материала, для того, чтобы избежать какого-то попадания, там, влаги, или еще чего-то, то есть это как раз-таки работники, которые вот у нас делают, работают у нас со столешницы, это предусматривают. Есть еще один нюанс, с которым мы столкнулись, видите, какая чудесная раковина, 90 сантиметров шириной, красивенная, потрясающая, и слева должны становиться смеситель и дозатор для мыла и для жидкостей. Выяснилось, что этот чудесный смеситель и дозатор, причем мы с производителями даже потом смеялись, он не применяется, если у вас есть ящик, потому что механизм ящика препятствует размещению там дозаторов, потому что у дозаторов очень большая вот эта вот, когда внутренняя часть. И поэтому я разместила по-другому, поставила, соответственно, смеситель напротив, так и так красиво, но в оригинале, на вот этой площадочке, которая здесь опущена, да, там должен быть смеситель и два дозатора. Теперь у нас там живут тряпочки, тоже неплохо и очень практично. Вот, значит, это еще одна квартира, тоже в старом фонде, здесь посмотрите, обратите внимание, какая очень-очень-очень-очень-очень маленькая кухня. И стояк у нас вместе с газовым стояком находится в нише. Ниша, значит, получается, сейчас дальше покажу, вот здесь, вот она получается, эта ниша, она находится за фартуком каменным, и там находится стояк, и там же находится газовая труба. Поэтому, когда пришел человек, по согласованию, честно могу вам сказать, когда я согласовала этот объект, у меня была просто истерика, когда загорелся газ, наконец-таки, в этой квартире, и у меня был просто хохот, я, и были слезы, правда, это была просто незабываемая история, как мы согласовывали этот чудесный газ. И видите, идет провод, я его нигде не зарисовываю, и даже, я говорю, в дубайском номере тоже вышла с этой трубой, я сказала, нельзя закрывать, просто это достижение, потому что, поверьте, в центральном районе внутри Садового кольца сейчас очень-очень-очень-очень-очень строго. С согласованием. И здесь как раз, обратите, пожалуйста, внимание, маленькие-маленькие проставочки сделаны в углах, для того, чтобы можно было открывать беспрепятственные двери. Кухонька маленькая, квартира вся небольшая, и тем не менее, вот здесь, кстати, показано, вот смотрите, поверхность очень маленькая, и здесь мы дополнительную розетку для микроволновки вывели в шкаф, то есть это усиленное электричество, которое выведено в шкаф, это допускается, это возможно, потому что если микроволновку ставите или дополнительную маленькую духовочку, она как раз там по высоте помещается, и вентиляция позволяет как бы ею пользоваться. Вот. Здесь, это квартира в Петербурге, она не отснята, и сделан только этап визуализации. Так вот, на этапе визуализации это тоже достаточно дорогостоящий ЖК, и нельзя было, если обратите внимание, дальний угол, там такой аппендикс на потолке, который закрывает вентиляционную трубу, ее нельзя было перевести, там жуткий поворот, и мне пришлось ее отображать, мы сделали ее контрастной, вот, но я к тому, чтобы если у вас есть какие-то такие нюансы, лучше их показывать с разной визуализацией, для того, чтобы не было потом неожиданностей, вот, и, собственно, вот этот вот аппендикс, он странный, но там по-другому было просто не придумать. Карниз, вот такие визуализации у нас чудесные модели нашей, да, и смотрите, у карниза есть длина 2 500, 2 700, ну, в редких исключениях можно 3, но тогда 3 метра еще попробую занести по лестничным клеткам, так вот, нам нужно указывать вам обязательно, что будет стык карниза, и решать, где он будет, почему, потому что на вот таких вот глянцевых, высокоглянцевых, люксовых кухнях, стык карниза может привести к очень большому разочарованию расстройства вашего заказчика. Если, допустим, сложные элементы, да, мы их склеиваем на фабрике, то есть вот эти вот загибы, да, все, они как бы конструктивно склеиваются на фабрике, и вы не видите склейку, а вот когда длина не позволяет, ну, там уже просто, к сожалению, по-другому не сделать. Механизмы. Это вот кухня Венеция, которая стоит здесь, смотрите, я показываю, дверь закрывается, дверь открывается, этот механизм поворотно-раздвижной имеет глубину в зависимости от того, какой ширины вы сделаете дверь. И в зависимости от этого эта средняя часть будет выдвинута из общей зоны кухни, и это нужно предусмотреть. И она еще имеет толщину, то есть если у вас, например, ну, к примеру, идет метр двадцать шкаф, то для того, чтобы вписать туда технику, он должен быть метр тридцать пять в габарите, то есть потому что с каждой стороны еще будет по семь сантиметров поворотно-раздвижного механизма. Это вот квартирный вопрос, который я последний делала. Смотрите, у нас здесь мое личное расстройство, да, которое в углу, видите, идет маленький угловой шкафчик внизу, наверху идет большое хранение, а внизу идет маленький шкафчик. И неровные стены проекта не позволили вписать туда механизм. То есть, когда я делала проект, я туда ставлю карусель, которая выдвигается, открывается, и там достаточно большое хранение для кастрюли, для всего остального. Когда это начали реализовывать проект, прораб сделал абсолютно ровные девяносто углы, но не влезла туда мебель. То есть, я имею в виду корпус шкафа не влез, но туда невозможно стало разместить механизм карусели. И есть такой нюанс. Мой совет огромными буквами. Когда вы спроектировали мебель, распечатайте ее, отвезите прорабу, если вы уверены, что вся мебель спроектирована верно, отвезите ее прорабу, попросите ознакомиться с чертежами для того, чтобы он все ниши, которые будут у вас мебель, сделал с углом девяносто градусов. Опять же, из опыта это большая проблема, потому что потом, когда привозят мебель, смотрите, когда вообще привозят кухню, привозят мебель, скрываются ошибки абсолютно всех. Электрика, сантехника, прораба, дизайнера, вот всех. И потом начинается нерв. Почему? Потому что заказчик думает, что ему привезут мебель, все станет идеально, и слава богу, если так. Но если была, допустим, ниша сделана не под 90 градусов, если были какие-то выводы неверные, электрики или сантехники, этот нерв распространяется на вас, на дизайнера, на электрика, на абсолютно всех. Все начинают нервничать, ругаться, и это все неприятно. Поэтому, для того, чтобы этого не было, если вы, просто не все это делают, и большая такая прям проводная, большие буквы. Отдавайте, вы, возможно, таким образом даже снимете с себя часть ответственности немножко. Почему? Потому что человек, который готовит объект, если он видит размеры мебели, он должен под эту мебель сделать нишу. И вы тогда себя обезопасите. В телевизионном проекте это не всегда далеко возможно, поэтому сделали так, как получилось, но расстроенный дизайнер есть, плюс один. Вот оставлю вам вот первый кадр и вот второй кадр. Это значит, в прошлом году Дарья приглашала меня тоже читать лекцию про кухню и про мебель, и она была очень сильно изменена, она была другой, более, как сказать, по сокращению. Но вот это было в прошлом году, а это уже поправки практически ничего не меняло. Это то, что пишет, допустим, там у меня с производства и наши менеджеры обязательно себе сфотографируйте. Почему? Потому что, когда вы делаете кухню, просто чек-лист сделать, проверили себя. Если все окей, идем дальше. Если нет, то это обязательно. И да, и готовимся все к нашествию с криволинейных деталей. Это, как говорится, тренды, которые к нам идут. Мы уже на себе это ощутили, и их много. Вот таких вот криволинейных, чудесных панелей, и причем заказчики хотят за этим всем скрыть шкафы, кардеробы. И я уже жду, когда к нам придут какие-то такие сложные проекты. Просто имейте в виду, что вам нужно будет сначала проконсультироваться, насколько это возможно, потому что у этой криволинейной панели есть определенные ограничения и определенные технологии, которые есть в Европе и далеко не всегда есть у нас в России. И поэтому, допустим, радиусные элементы, например, если клиент еще хочет это все в шпоне, это задача не из легких и далеко не для всех осуществима. Поэтому на всякий случай проконсультируйтесь, это несложно. Но вы, допустим, какой-то эскид сделали, позвоните к каким-то произведениям, спросите, вообще это реализуемо ли? Потому что, поверьте, такой акцентный прием, он повлечет за собой любовь стопроцентную клиента к вашему проекту. Но что потом делать с ним? Будем думать все вместе. Вот. Этого я вам покажу. Вот у нас, допустим, вот визуализация моя была, да, кухня Москва, которая, это реализация кухни Москва. Мы сделали кухню такую вот со встроенными нишами. И здесь момент, когда на визуализации, допустим, швы одни, да, их практически не видно. И когда, допустим, мой основной заказчик, мой супруг приходит и говорит, а почему визуализация отличается от реализации? И я просто с этим сталкиваюсь постоянно. И этот нюанс нужно учитывать, потому что даже какие-то технологические зазоры, толщина 4, 5, 6 миллиметров, могут совершенно внешне разрушить первое впечатление от вашей картинки. И лучше этого избежать на этапе проектирования. Я не знаю, сколько сейчас у нас времени, Дарья. Я готова. я не знаю, вопрос. Да. Да, отлично. Во-первых, спасибо огромное. Вы получили огромное удовольствие и эстетическое от просмотра, да, вот всех этих проектов, которые ты реализовала. И вот я тоже зачитаю комментарии из чата. Да, вот Ирина пишет, что очень красиво у вас кухня, уже не первый раз вашу работу показывают в школе. Это действительно, да, вот такое эстетическое наслаждение с одной стороны, и с другой стороны, это огромное количество полезных советов от тебя, которые, безусловно, пригодятся всем в повседневной практике. И, друзья, мы ждем ваши вопросы, уже там есть, да, но что я еще хочу сказать, что нам будет очень приятно, если вы поделитесь в соцсетях своими впечатлениями о нашей сегодняшней встрече, и мы сейчас в чат напишем аккаунты и школы, и Ольге Петровой, вот, для того, чтобы вы нас отмечали, нам будет очень приятно вот какую-то такую, да, от вас получить обратную связь еще и в соцсетях, поэтому не стесняйтесь, мы будем вот с вами рады пообщаться. Так, Оль, может быть, закроем презентацию, тебе она еще понадобится или нет, чтобы мы тебя видели и с тобой, в общем-то, общались так. Отлично, супер. Давай начнем, вот, первый вопрос был от Алены, ну, вот, уже частично, как бы он затрагивался, но все равно я его еще раз созвучу, что вы делаете акцент на том, что именно на матовой поверхности будут видны пятна, а мне всегда казалось, что именно глянцевая поверхность собирает пятна, что уже более верно. Оля, какая поверхность? Для меня лично более капризная матовая поверхность. Глянцевая кухня, вы ее протерли тряпочкой и с ней как-то попроще. Матовая, матовая краска, она, смотря какой процентности, то есть, есть, допустим, 5% лака, есть 10% лака, и здесь, вот, правда, очень сильно зависит от интенсивности готовки и уборки данного продукта. Я просто объясню, у меня самый здесь как-то прецензионный заказчик, это мой супруг. Вы видели кухню, которая у нас нижней базы, все были бежевого цвета, и они были выполнены из матовой краски, а готовим мы каждый день. И супруг очень-очень-очень-очень-очень следит за порядком и тщательно как бы отслеживает. Поэтому, на мой взгляд, это, как сказать, если человек каждый день готовит много, это будет просто сложно, да, содержать. И то, если будут ручки, это будет практично. Если это будут вот нажимные механизмы, будет все оставаться на фасадах. Вот, поверьте, допустим, первые полгода окей, потом все равно, как бы, и когда мы используем долго, да, это точно так же, как химчистка, например. Если в одних и тех же местах химчистку делают, то, допустим, те же дубленки там, или какие-то вещи постепенно выходят. А мы же берем кухню, допустим, кухня у нас стоит там полтора-два миллиона, если хорошая, там, дорогая, и от, и выше. И поэтому здесь момент такой, что через там пять лет менять кухню или фасады, вот, далеко точно не все готовы. И здесь важно, чтобы вас теплыми зимними вечерами вспоминали. Вы знаете, я хочу сейчас рассказать маленькую историю, наверное, насмешу вас. Мой первый заказчик, который вот квартира, который первый показывал, когда я училась в школе дизайна, он мне сказал, Оля, ты должна сделать швы для плитки так, чтобы каждое утро, я же в туалете, говорю, буду сидеть, у тебя два варианта есть. Либо я тебя буду вспоминать теплыми зимними вечерами хорошо и приятно, либо буду ругать. Я эти швы на плитке запомню на всю жизнь, потому что я всегда говорю, теплыми зимними вечерами мне важно, чтобы заказчик меня вспоминал. Да, где-то можно по дизайну я могу уступить, но я делаю дизайны для жизни. Я всегда очень сильно за практичность, потому что не все могут содержать жилища в идеальном состоянии. Дальше. Да, спасибо, Оля. Так, сейчас подскажите, пожалуйста, по нюансам вентиляции, выбора вытяжки, вопрос от Елены. Вот какие основные моменты, были на что обратить внимание при выборе вытяжки, чтобы ты порекомендовала? Мощность, мощность 100%, мощность, это нужно консультироваться, да, у нас, допустим, девочки все консультируют по мощности вытяжки, вот, дальше, эстетическая составляющая, потому что кто-то хочет накладную вытяжку, кто-то встраиваемую вытяжку, и сильно встраиванные вытяжки, сейчас уже, да, они есть очень такие модные и очень мощные, здесь, первое, это эстетическая составляющая, вторая, мощность, это основные вещи, а дальше там уже пошли дополнительные, дополнительные нюансы. Некоторые вытяжки, сейчас перебью, некоторые вытяжки становятся центром дизайна, например, я не знаю, если какая-то латунная вытяжка, например, или акцентная огромная вытяжка, как, например, она с кухни форма была, она была прям центром композиции, да, то есть всегда смотрели на вытяжку, а потом на кухню. Спасибо. Оля, следующий вопрос от НАТО. Вопрос. В той кухне маленькой с чёрным фартуком, которая ушла в публикацию с открытой трубой, так и не поняла, как сделан доступ к газу? Там очень хитро за, значит, доступ к газу. Получается, если вы обратили внимание, там была ниша, когда вы открываете фасад, я могу вам, если нужно, у меня есть фотографии, если вы мне напишите в Инстаграм, я вам пришлю в раскрытом виде эту кухню, там за сушкой просто вынимается аккуратно сушка, и там открыта прям, открыта панель, то есть вы, когда открываете сушку, у вас там доступ к газу есть, и поверьте, без этого просто никак. Мало того, меня заставили ещё делать экспертизу вытяжки, то есть вытягивать ли центральная вентиляция, то есть работает она ли не только после этого акта, мы делали вот согласование, и даже в верхних шкафах, которые идут к вентиляционной шахте, мы делали дополнительную ещё, принудительную вытяжку, не всегда можно при газе, то есть она должна быть естественной вентиляцией, и причём она должна быть в определённой зоне, это целая история, мы, наверное, когда сделаем встречу, согласование старого фонда, это целая тема, но после, допустим, дома, который обрушился недавно в Астрахани, и когда дизайнеры делают какие-то вещи, убирают перегородки или делают незаконные перепланировки, я прям всё больше и больше за то, чтобы мы пропагандировали чистую историю с точки зрения не только эстетической, но ещё и чтобы спать спокойно, потому что потом это могут повесить на ответственность дизайнера, это чревато, мне кажется, даже уголовная ответственность где-то, спасибо, Оля, ну и вот продолжая тему, вопрос от Надежды про газовую колонку, можно ли закрывать шкаф, соблюдая определённые требования, это верно? Да, вот у меня как раз в квартирном вопросе показано, что там вентиляция, две такие заглушки, как бы они сверлились в дно, вот тоже где-то могу найти фотографии, это было тоже, и согласованно, это старый фонд, тоже 1920, по-моему, год постройки, вот, и там делали проект полностью, я вижу ещё раз про вытяжки, так, мощные вытяжки спускают грязный воздух на уровень головы человека, вы знаете, мы живём в Москве, и по поводу грязного воздуха, если слушать каждого инспектора, учитывая, что вообще не все инспектора, как сказать, интеллектуально подкованы, это я прям так сейчас мягко сказала, можно вообще застрелиться, и если слушать всех инспекторов, наше жилище будет похоже на нору, но вряд ли будет, но можно будет там точно сделать дизайн, поэтому делите хотя бы на два, вот, а так, я вытяжки ставлю везде встроенную, ну, я не люблю открытые вытяжки, мне они, для меня они некрасивые, они для меня всё время, как бельмон на глаз, единственный проект, который вот 50 оттенков серого, я делал холостяку, он прям хотел, это была дорогущая вытяжка, очень дорогая, и она прям стояла у нас как арт-объект, вот то, что я вам говорю, да, но я себе всегда ставлю встроенную, вот. Спасибо, И опять же, продолжая тему вытяжки, вытяжки, Наталья спрашивает ещё, что используете ли бесшумные вытяжки, да, специальные устройства в вентиляционном корбе? У нас, я просто беру использование, использую вытяжки, которые идут с энерго, не шумопоглощением, а которые идут с шумом, там, класс АА, то есть, это определённый уровень шума, и, ну, нареканий не было. По поводу, где ещё можно посмотреть, Даш, поделись, пожалуйста, ещё профилем ВКонтакте, если вы мне ВКонтакте напишите, я вам отвечу, да, в Инстаграме сложно действительно сейчас с VPN, поэтому напишите мне во ВКонтакте. Так, хорошо, сейчас коллеги напишут, да, 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 все аккаунты, так что обязательно отметим. Следующий вопрос у нас от Валентины, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, если нет места расположить розетку для посудомойки справа и слева, есть только в зоне раковины, возможно ли это? Вопрос. Главное, чтобы это не было за посудомойкой. Вот прям за посудомойкой точно нельзя, потому что она просто не влезет по глубине у вас. Можно ниже опустить в цоколь, если не изменяет память, но это не точно, вам эту схему нужно посмотреть. А так нужно проконсультироваться, посмотреть ещё модель, и можно смотреть, на каком расстоянии у вас ещё раковина находится от посудомойки, потому что это тоже очень важно. Спасибо. Следующий вопрос от Оксаны. Назовите ваш любимый материал для столешницы, мрамор, искусственный камень, дерево. И почему? Спасибо за эфир, очень полезная информация. Спасибо. Я очень люблю керамику. У меня дома стоит керамическая столешница белая, и я теперь отдыхаю. Мне теперь не надо думать о том, оставляют ли это пятна или нет. В идеале, конечно, мечта – это мрамор. Это просто мечта, мне кажется, каждого человека, который когда-то сталкивался с натуральным камнем. И у меня даже записано в нашем аккаунте, сделано видео по поводу натурального камня, то есть кто за натуральный камень, кто против. Если говорить о… Есть кварцы красивые, но для меня… Либо вот, если это искусственный камень, то чтобы он не имитировал натуральный, то есть я за реальность. Или если вы непрактичные столешницы, то тогда лучше камень. Дерево натуральное тоже очень мне нравится и правильно обработанное. И, допустим, раньше в Икее были очень крутые столешницы, недорогие, деревянные, из наборного бруса, просто прекрасные. Поэтому здесь, вы знаете, каждый выбирает по себе. Это всё равно, как если спросить, любите вы кожу или искусственную кожу. Правда, здесь каждый выбирает под назначение и под стиль жизни. И здесь ещё такой момент проекте… Так, здесь где-то, подождите. Печёный камень. Я не знаю, что это такое. Печёный камень. Печёный камень – новая такая, скажем так, новинка. Возможно. Возможно, есть такое. Да, я, честно говоря, мы не сталкивались. У нас в основном идёт это искусственный камень, кварц и керамика. Вот. Цоколи выдвижны в своих проектах. Да, у нас стояла кухня с выдвижным цоколем. Прямо в шоуруме. Достаточно дорогая. Вы знаете, не заказал никто после этого. То есть я специально поставила там хранение под винные бутылки даже. Можно сделать там. Есть определённые какие-то наполнения. Как-то не пользуясь спросом. Поэтому в своих проектах у меня не было такой надобности. В шоуруме вот стояла не сильно пользуясь спросом. Но это можно сделать, это несложно. Спасибо. Следующий вопрос от Сергея. Тоже вот, да, опять же, возвращаясь к фасадам. Из какого материала лучше делать? Какой самый практичный на сегодняшний день? Вот если, да, не с точки зрения даже своих предпочтений, а максимальной практичности? Для меня точно, абсолютно это натуральный шпон. Мы дома использовали сейчас шпон дуба. И дуб был не 0,3 мм, да, который идёт вот тонкий, а есть более дорогая категория, которая идёт миллиметровый шпон. Слушайте, это просто сказка. То есть, когда я просто объяснила, да, первую квартиру мы делали с Олегом совместно, да, я делала для него, как он очень ценит какие-то детальки там эстетические. У меня были абсолютно глантные кистины с краской нашего любимого Алексея. Но потом я просто поняла, что это такая проблема. У нас очень много детей, которые там бегают, прыгают и всё остальное. И когда эти дети начали сбивать углы, Олег, он всё занимался реставрацией. Когда мы переехали сейчас в новую квартиру, я сделала весь проект, знаете, немножечко под лофт, как я говорю. То есть, у нас пол состаренный, мебель тоже, она такая же, как пол. То есть, пол и мебель сделан специально фактурный, вот этот шпон дуба, который практически неубиваемый. Дальше у нас кирпичные стены и штукатурка, которая имитирует мазанку. То есть, у нас вот таких идеальных поверхностей сейчас нет. Они все натуральные, но все ремонтопригодные. Поэтому я сейчас кайфую и получаю огромное удовольствие от того, что у меня нет момента вот этой постоянной реставрации какой-то и придирок. Поэтому они очень практичные. И действительно, я могу рекомендовать натуральный шпон абсолютно спокойно. Спасибо большое. Следующий вопрос от Оксаны. Был ли опыт установки посудомоечной машины на удобной высоте? Да, у нас такие проекты сейчас часто запрашивают, посудомойку ставят выше. Есть даже проекты такие. У меня пару менеджеров было, я видела. Я говорю, что если у вас есть какие-то, где вам нужно какое-то визуальное подтверждение, я могу прислать вот в личном, как это сказать, в личном контакте, либо в Инстаграме, либо во Вконтакте. Присылайте, я вам прям фотографиями отвечу. Вот, как сказать, фото подтверждение пришлю. Спасибо. Следующий вопрос еще от Анастасии. Если кухня не размещена от стены до стены, приходится фартук останавливать фактически на середине стены. Как в этом случае маскируете торец керамогранитом? Торец керамогранитом можно сделать алюминиевым профилем аккуратно. Можно попросить строителей затереть, как-то, либо можно керамогранит обработать под углом 45 градусов. Вариантов на самом деле несколько. Но самый эстетичный – это металлический профиль алюминиевый, который будет где-то у вас повторяться. То есть либо черный, белый, серебристый, золотистый. Это то, что, скажем так, визуально очень четко ограничивает. А дальше ваши фантазии. Либо сделать фигурное окончание. То есть не обязательно, как сказать, торец, сделать как такой фигурный прием. То есть здесь уже от задумки самого проекта зависит. Спасибо, Оля. А что касается вот следующего вопроса смесителей для кухни. Скажите еще, пожалуйста, из чего лучше всего смесители, чтобы они долго сохранялись, чтобы не было пятен, то есть чтобы было и красиво, и практично. Вопрос от Алены. Сейчас же моды такие, да, и на темные матовые, и на какие-то вот разные огромные количества. Все зависит от производителя. Я убедилась, что у меня был, скажем так, мы все привыкли к тому, что немецкие смесители самые лучшие. То есть сантехника Германии самая лучшая. И был у меня опыт. Я брала итальянский смеситель. Недорогой. Это был бюджетный проект. Могу сказать, что, допустим, все зависит от качества производителя. И от отзывов, почитайте. Я могу в личном сообщении опять же это написать, потому что я не могу сейчас говорить бренды какие-то плохо, какие-то хорошо, потому что кто-то обидится. Да, здесь это мой личный опыт. И есть, у меня сейчас стоят, допустим, смесители черные, матовые. Идеально, да, абсолютно. До этого стоял вот у заказчиков бюджетный вариант черного смесителя. Ужасно. Но могу сказать одно, что очень сильно зависит от воды. Там не столько отпечатки пальцев, сколько кальцинированная вода. Вот именно, ну, как это называется, не знаю, отложение кальция, что ли, или как бы жесткости нашей воды. Вот, по поводу смесителей, именно, которые лапаются, не лапаются, ну, то есть следы, да, оставляют от рук. Этот момент, конечно, черный самый практичный. Белый обалденный вообще вариант смесителей. А вот латунь тоже нужно смотреть по отделке. То есть если это глянец, то это одна история, да. Если золотой смеситель, это одна история. Если матовая латунь, то это другая история. То есть напишите, примерно в какую категорию вам нужно уместиться. Я попробую вам помочь с этим вопросом. Это отдельно прям вот тоже. Да, вот от Елены тоже был вопрос, просьба порекомендовать производить смесители, фурнитуры, вытяжки. Но я думаю, что это уже в рамках, да, личного общения, вне эфира. Вне эфира, да. Да, 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 и в Инстаграме, и в ВКонтакте написали. Поэтому, в общем-то, уже напрямую тогда, Ольге, напишите. И, в общем-то, Ольба... По поводу подсветки, очень классный вопрос. Очень классный. По поводу подсветки рабочей поверхности лучше использовать тёплый или белый свет. Это боль. И дизайнеров, и производителей. Потому что все клиенты абсолютно разные. Вот поверьте. Кто-то любит 4000, да, кельвинов. Это нейтральный белый свет. Кто-то любит тёплый. Кто-то любит холодный. И это прям требование. И я поняла, однажды я сделала голосовалку в Инстаграме. Знаете, что я поняла? Нет рецепта. Вот его нет. Нет, это всё зависит от вашего восприятия. Люди, которые часто работают в офисах, по моим наблюдениям, хотят дома больше тёплой, сеть для того, чтобы было уютно. Люди, которые работают в... Я не знаю, там... Ну, часто проводят дома время, да. А для них, например, больше там 4000 кельвинов. Ну, то есть это нейтральный белый. Всё зависит от того, как вам комфортно. Но по наблюдениям, если брать выставку итальянскую и салони, Маша и Даша не дадут соврать, вы заходите просто в зоны, и там везде практически, именно если жилая зона – это тёплый свет, если это кухонная зона – это нейтральный белый свет 4000. Это вот то, что в мировых... Ну, как бы не стандартах, да, а мировая выставка, которая показывает нам уровень общей моды и трендов. А в жилых зонах, гардеробных, ещё где-то практически везде идёт тёплый свет, который располагает к размещению в этой зоне, проведению там большого количества времени. Вот. И холодный свет портит впечатление о еде. Это я точно знаю. Да, Оль, спасибо. И следующий у нас был ещё вопрос от Алины. Опять про вытяжку. Вытяжка не оставляет. Что расскажете про вытяжку, встроенную в короб ГКЛ? Сталкивались ли с реализацией такого решения? А вот квартирный вопрос последний, который я показывала. Это вытяжка, встроенная в ГКЛ. Делали, всё нормально. Вот. Просто единственное, что нужно очень тщательно продумать и сделать, чтобы потом не возвращаться, не дай бог, с вопросами, если что-то будет не работать. То есть здесь вентиляционщикам, либо прорабу, нужно просто особое внимание уделить. или же сделать вентиляционный лючок, да, то есть какой-то ревизионный. Но все прям этого не любят, поэтому лучше уделить внимание на этапе реализации этого момента. Спасибо, Оля. Вопрос ещё раз от Алены, да, то есть мы эту тему уже не разотрагивали, да, её. Но, возможно, кратко ещё раз сможешь повторить. Какой материал лучше всего использовать для фартука, если много готовить на плите, жир, пятна, что лучше всего будет отмываться до состояния нового? Вот ещё раз повторю, мы дома много готовим, у меня керамика. Если кто-то берёт вот кварц, он более дорогой, чем керамик-материал. Кварц вообще идеальный. На нём его можно поджигать, на нём можно всё что угодно. Но если рубить мясо, как я говорю, вы знаете, можно разбить любую столешницу, да, в зависимости от того, что всё равно разумные какие-то вещи должны быть. У нас, например, кухня Москва стоит сейчас в шоуруме. Там бетонная столешница достаточно массивная. Не могу сказать, что у нас барная стойка тоже дома сделана из этого же материала. Тоже достаточно практичный материал, несмотря на то, что есть у многих людей нарекания. Но если основное требование до состояния нового, это только керамика и кварц. Это вот прям точно, абсолютно. А ещё если из натурального камня брать, то гранит. У меня вот гранит в проекте, в котором вот был белая такая кухня с фартук, там и сама столешница из гранита. Я могу сказать, что я ключи брала от машины, ключи царапались, а столешница была всё равно. Поэтому здесь момент эстетики. То есть три материала, которые точно вам помогут в этой ситуации. Спасибо, Оля. Так, следующий вопрос у нас от Ирины. Подскажите, а подсветку под цоколь верхних шкафов делают или сейчас без цоколей верх? То есть что сейчас в тренде, Оль? Цоколь верхних шкафов, я так понимаю, что это научное название. Мэнсола, да, и как-то второе дно такое, да, и там цоколь. Вы знаете, если это минималистичная кухня, то точно не делают. Это 100%. Есть такие сейчас профили красивые, знаете, которые светят под углом, размещаются так, чтобы вам не попадала подсветка в глаза. И вот если классическая кухня, то там это до сих пор практикуется, и это возможно сделать. Но в трендах точно без цоколя в основном даже желательно и классическую кухню. Здесь именно качество подсветки. Ну, допустим, уровень сейчас профилей с подсветкой для фартука так разработан, чтобы вам не попадало в глаза и именно было практично. Поэтому лучше без него. Но если не обойтись, ничего страшного в этом нет. Как я говорю, это всё-таки и ваше интимное пространство, где вы хотите, и вам комфортно. Многим просто людям, которые, допустим, ну, скажем так, у которых было не одно жильё, это там два, три, четыре, у которых были какие-то традиции с этим связаны, они до сих пор так делают. И я, например, уважаю эти традиции. То есть если человек так хочет, почему нет? Я точно не буду его отговаривать и говорить, ой, вам не надо. Нет, это личное дело человека. И как показала пандемия, мы столько времени проводим в нашем пространстве, что нужно думать о том, как нам комфортно. Это очень важно. Спасибо, Валя. А следующий вопрос от Анастасии тоже, в общем-то, про соколи. Стоит ли делать соколь у кухонных пеналов? Смотрите, цоколь – это… Сейчас, да, тренд, я как понимаю ваш вопрос, это тренд, когда фасад опускается в пол, и такое идёт имитация, то, что полностью кухня сделана в пол. Цоколь делается для регулировки корпусов. Минимальная высота ножек регулируемых – это 6 сантиметров, максимально 15. Если у вас рядом с этим пеналом, например, установлена посудомойчная машина, то желательно посмотреть, какая у нас конструкция, потому что некоторые посудомойчные машины ставятся в 10-й, соколь – некоторые в 15-й. Если мы говорим только про пеналы, и там у вас нет посудомойки, то можно поставить, например, шестые ножки, то есть 60-е ножки, а цоколь опустить ниже. То есть будет вот так вот ножка стоит, да, и вот так вот будет закрываться фасад. То есть вот так вот. То есть фасад… И цоколь регулируется, потому что для того, чтобы у вас работала техника, работал холодильник, всё остальное, да, вам важно, чтобы пеналы регулировались и фасады потом не провисали. Поэтому фальш, как бы фальш-фасад, то есть опускаться фасад будет меньше. Это можно сделать. Так делают, и в Европе так делают, и у нас так делают. Вот. Единственный ещё нюанс, если вы ставите пеналы с холодильником, не забывайте, пожалуйста, что куда-то нужно будет вывести технологическое вентиляционное отверстие, решётку, для того, чтобы холодильник ваш дышал, и чтобы с фасадами ничего не произошло. Спасибо, Оля. Ещё зачитаю несколько комментариев о нашей лекции. Вот Николай пишет, добрый вечер, Ольчик, ваша работа всегда восхищает, дорогая простота. Спасибо большое, очень интересно, структурировано. Спасибо. Ксения пишет, столько полезной информации. Ольга, благодарю. В общем, и целом, все восторгивали. Спасибо тебе огромное, да, за наш сегодняшний эфир, за то, что действительно такое, огромное количество полезной информации, да, ты собрала, и вот с нами так щедро поделилась. Поэтому спасибо тебе огромное. Я думаю, что на сегодня сейчас смотрю, ещё у нас вопрос, ну, я думаю, на максимум мы ответили. Произмельчитель, вот я вижу, я быстро расскажу. Это, ну, скажем так, одного единственного производителя, точно упомяну, который у нас, как это, многие со временем, и Даша не даст соврать, и там, и Кири, прекрасные наши, да, и партнёры, и поставщики, и они сейчас делают очень крутые измельчители. Буквально на днях была презентация измельчителей новых, и они, они у них, от них никогда не бывает нареканий, вот не было. И сейчас у них новинка, значит, они по мощности разные, по объёму разные. Рассмотрите этого производителя, они прекрасны. Мне нравятся. Спасибо. и самый завершающий вопрос, вот ещё от Анастасии пришёл, чайник внутри пенала. Как вы на это смотрите? Ой, ну это модно сейчас, да, очень модно, но есть такой нюанс, вы же понимаете, да, мы все девочки практичные, в том числе, когда чайник кипит, очень много пара идёт на дно верхнего ящика. Это, конечно, красиво, практично, очень модно показывать и всё остальное. Я не сильно за, либо нужно делать крашеную, ну то есть покраску, да, из влагонепроницаемых, из влагонепроницаемых, потому что по интенсивности пара, который находится в шкафу, это практически как, я даже не знаю, как в ванной, например, да, мы берём и концентрируем всё, весь пар и всю влагу в этом одном месте. И плюс это ещё какая температура, можете представить, температура закипания воды там 90 градусов, 99, 100, я уже не помню, там из школы. Вот, поэтому этот пар, он испаряется, и мало того, что просто осаживается, да, это ещё и огромное давление, с которым идёт этот пар. Вы знаете, вся эта мода пришла к нам не так давно, и я всегда говорю, что любая мода, любые там эстетические процедуры, там какие-то медикаментозные процедуры, для всего нужно время. А у нас сейчас эпоха такая, что у нас интернет распределяет, распространяет информацию со скоростью, которая не опробована. И поэтому это самая большая проблема, что мы, тренды рождают вперёд вот эти вот реализации, а как это будет в дальнейшем, никто не знает. Но, допустим, у нас делают такие проекты, делают, не могу сказать, пользуются они дальше этим или нет, не от всех получала отзывы, надо будет утащить, но в интернете много таких картинок, много таких проектов, не знаю, не могу сказать, я бы себе не сделала, вот так скажу. Оля, спасибо большое тебе за нашу сегодняшнюю встречу, за такую полезную лекцию, огромное удовольствие все сегодняшние слушатели получили. Я тоже с удовольствием тебя послушала, потому что хоть, несмотря на то, что мы уже не первый раз общаемся, и в том числе на тему кухни, то всегда узнаёшь от тебя что-то новенькое, какие-то ещё нюансы, на какие нужно обратить внимание. Поэтому огромное тебе спасибо за участие в нашем цикле лекций, что ты так красиво открыла нашу неделю лекционную. Поэтому, может быть, в завершении какие-то слова для наших сегодняшних слушателей, будет здорово, если какие-то пожелания. Я всегда желаю лишь одного, дизайнерам терпения и отстаивать красоту, а заказчикам не забывать о том, что красота должна быть практична. И здесь на стыке вот этих двух очень-очень-очень спорных историй мы живём. Наша профессия дизайнера, и сейчас уже я как человек, который с точки зрения производителя, могу сказать, это работа всех трёх составляющих, дизайнера, производителя и заказчика. И нужно, чтобы этот тандем он друг друга дополнял. И если бы были какие-то сложности, например, чтобы все друг друга понимали, а самое главное – слышали. И здесь без конкретики, без чего-либо бы то ни было, просто слышите друг друга и помните, что главное в этом всём – жить и получать удовольствие. Спасибо большое. И на этой вот такой вдохновляющей ноте мы с Ольгой на сегодня прощаемся, завершаем наш сегодняшний эфир с ней. Так, коллеги, просьба камеру переключить. Итак, друзья, спасибо вам, что вы были сегодня с нами, что вы так активно участвовали в нашем прямом эфире, задавали вопросы. И мы будем очень рады, повторюсь, если вы отметите нас в социальных сетях и школу, и нашего прекрасного спикера Ольгу Петрову, которая вот сегодня так с вами делилась своими знаниями, своим бесценным опытом. Нам будет очень приятно вот от вас получить какую-то ещё такую обратную связь в соцсетях, и коллеги информацию об аккаунтах скинули в чат. Поэтому будет вот здорово, если нас отметите. И напоминаю, что сегодня мы дали старт нашей лекционной программе, и завтра, и послезавтра мы тоже с вами встретимся. Вас ждут тоже очень интересные темы, лекции. Например, завтра мы поговорим о том же, что выходит сегодня на первый план. Всё-таки красота или функциональность при проектировании кухни? Как найти баланс между этими двумя величинами? Поэтому завтра будет очень интересная тема. Присоединяйтесь. Также в 16 часов мы будем с вами в эфире. И послезавтра мы будем говорить на тему того, как спроектировать кухню в маленькой квартире. Это тоже сейчас очень актуально, потому что очень много жилых площадей, которые сдаются в небольшом объёме, и спрос на такие квартиры растёт. Поэтому, в общем-то, присоединяйтесь к нам и послезавтра. Мы будем говорить на все эти темы, и наши спикеры будут делиться своими полезными советами и своим практическим опытом. Но на сегодня я нашу серию встреч завершаю. И ещё раз хочу сказать, что лекции проходят в рамках недели дизайна My Decor Kitchen Week, которая посвящена проектированию кухонь. Поэтому, друзья, спасибо, что были с нами и до встречи завтра в эфире.